Такие массовые протесты последний раз были в Румынии перед свержением режима Чаушеску в 1989 году. В среду вечером к зданию правительства в Бухаресте вышли по меньшей мере 100 тысяч человек. Мы пришли, чтобы защитить свою страну от преступников, которые пытаются пренебречь верховенством закона в Румынии. Мы защищаем свои, а не их права и интересы. Сначала митинг проходил мирно. Потом в полицию полетели петарды. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Это привело к столкновениям. Позже наблюдатели сообщили, что агрессия исходила от группы футбольных фанатов. Оппозиция предполагает, что это была спланированная провокация, цель которой дискредитировать акции протеста. На этой неделе правительство Румынии в ускоренном порядке приняло поправки в Уголовный кодекс об амнистии, в том числе коррупционеров средней руки. Чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, теперь не будут уголовно преследовать. Председатель правящей социал-демократической партии Ливио Драгня также подпадает под действие нового постановления. Его обвиняют в нанесении финансового ущерба на сумму 24 тысячи евро. Президент Румынии Клаус Йоханнес выступил против поправок в Уголовный кодекс. Он назвал действия правительства преступлением против правосудия. Премьер с ним не согласен. Разве Конституция запрещает нам проводить амнистию? Разве там не написано, что правительство может это сделать? Да, мы можем это сделать. Мы действуем в рамках закона. В четверг Европарламент раскритиковал решение Бухареста. Уровень коррупции в Румынии один из самых высоких в Евросоюзе. Участники акций протеста надеются, что поправки правительства все-таки не вступят в силу. Их еще должен проверить на наличие формальных ошибок Конституционный суд.